Вот видишь, Оля, самолётик сам садится, а это не земля, поднимается и берет его на ручки. Оля выучила спешок на английском и украла пальто у королевы Елизаветы Второй, а значит орел и решка мегаполисы в Лондоне. Сэр Антон, у меня для вас фунт стерлинга. Да-да, леди Ольга. Королева Ольга. Разберемся. Орел. Решка. Опять я, опять я, опять я. Антон, удачи. Пожалуйста. Королевская жизнь, ты где? Лондон. Он стал мегаполисом еще сотню лет назад, когда был столицей почти четверти мира. Когда через него провели линию между западом и востоком. Лондон – это короли и королевы, рыцари и легенды, замки и героические погони. Фанаты Игры Престолов. Кажется, мы нашли для вас идеальный город. Все вип-персоны отправляются на вип-парковку. Но не пешком, а в персональной капсуле. Ого. Стоп. А где водитель? Это ж беспилотник. Компьютером управляется. Технологии. Лондон, что тут скажешь? Вон, самолет. Сутки на этой парковке стоят 36,5 фунтов – 1265 гривен. Поэтому для клиентов сделали такой приватный вип-трансфер, а не автобус через весь аэропорт. Всего пара минут, и я на месте. Спасибо вам, господин беспилотник. Have a nice day. Легким движением руки невыгодных валютных операций 100 долларов превращается в 75 фунтов. Для Лондона это вообще ничто. Знаете, что можно позволить себе на 75 фунтов три раза перекусить в маленьком кафе, или две ночи в двухзвездочном отеле, или один раз проехать на такси из аэропорта в центр города, ну или две экскурсии с гидом. В общем, не разгуляешься. Взять хотя бы проезд на метро. Одна поездка стоит от 70 гривен. Хотите сэкономить – берите карточку «Ойстер». С ней перемещение по городу становится значительно дешевле. «Ойстер» переводится как «устрица». И вот как устрица бережет свою жемчужину, так и эта карта сбережет мои денежки. Проезд из аэропорта в центр города обойдется мне в 5 фунтов 10 пенсов вместо 6 по ойстер-карте. Но есть еще одна хитрость – можно подождать 9.30 утра и тогда проезд будет стоить всего 3 фунта 10 пенсов. В общем, стоимость здесь зависит от времени, в которое ехать. Дороже всего метро стоит в часы пик – с 6.30 до 9.30 утра и с 4 до 7 вечера. Так тут придумали разгрузить метро за счет тех, кто хочет сэкономить. Осталось дождаться 9.30. С золотой картой можно выбрать все что угодно – Феррари, Бугатти. Но из моего почтения к Лондону меня будет катать настоящий английский аристократ. Если статус умножить на роскошь – получится Бентли Бентайга ценой в 250 тысяч фунтов. Все привыкли, что Бентли в основном седан, а это не седан, это кроссовет. И она еще больше, еще круче и еще шикарнее. Я считаю так. Такое ощущение, что ты едешь не в машине, а в какой-то дорогой, красивой, кожаной сумке. Потому что все вот эти вот строчечки, вот эти вот злипуклости. Кстати, знаете кому подарили самый первый Бентли Бентайга? Королеве Елизавете второй. Здравствуйте, подданные! Королева Ольга приветствует вас в городе Лондон. Субтитры сделал DimaTorzok Все, 9.30, можно идти. 3.10, отличный лайфхак, работает. Я только что сэкономил 2 фунта. Лондонское метро – это как отдельный город с миллионом интересных историй и фактов. Вот вы знали, почему вагон из закругленной формы? Это чтобы новые широкие составы смогли пролезать в старые узкие тоннели. Лондонское метро такое старое, что первые составы тягали паровозы. Так что все тоннели были в дыму. Поэтому вагоны тогда были без окон. Во время войны в метро жило 180 тысяч человек. Поезда перевозили по тоннелям еду и воду и даже горячий какао по вечерам для детей. А лондонские музеи прятали в подземке свои экспонаты. Stay clear, stay clear. Сегодня в лондонском метро ежегодно забывают 10 тысяч зонтиков и больше 25 тысяч мобильных телефонов. А среди совсем странных потеряшек – три мертвые летучие мыши в стеклянной банке, набор силиконовых имплантов, самурайский меч, вставной глаз и гроб. Расстояние между станциями в подземке очень коронкие. Например, между Мэншн Хаус и Кэнон Стрит – всего 380 метров. Местные придумали испытание – выбежать из поезда на одной станции, пробежать по улице до следующей и успеть запрыгнуть в тот же вагон. Вызов принят! В моем запасе 1 минута 20 секунд, 380 метров, два турникета и одна пара еще не сточенных об асфальт ног. Ну что? Можем! Run, Зайцев, run! Так, ты на права. Тут сразу… По-моему, я слышу, как прошел поезд. Проклятые турникеты. Поезда в лондонском метро стоят на станциях долго. У меня еще есть шанс. Я уже почти догнал. Я уже почти догнал. Мне не хватило буквально пары секунд. Знаете, на самом деле отличный аттракцион на ровном месте. Сейчас я перережу свой кардиостимулятор и дальше пойдем. Продолжение следует... Продолжение следует... Лондон такой красивый. И мне тут все как в книжке про Шерлока Холмса. Еще бы музычку добавить. Лондон – город традиций. Но они тут живут не в старых книгах. А по соседству. Вот дежурит конный гвардеец в доспехах. А вот королевские пехотинцы в шапках из медвежьего меха сменяют друг друга в карауле. И все это под саундтрек Волынки. Кажется, что все эти люди попали в 2019-й прямиком из 17-го века. Скажите, где еще в 21-м веке встретишь компанию парней, одетых как лондонские дэнди? С тростями и в винтажных цилиндрах? Да. Что вы делаете? Мы играем в цилиндробол. Берешь трость и вот так вот поддеваешь шляпу. А потом нужно забить ее тростью. Звучит круто. В этом современном мегаполисе до сих пор действуют законы, которым сотни лет. Есть закон, запрещающий ловить кэп, если вы больны чумой. Запрещено клеить марку с изображением королевы головой вниз. Это приравнивается к государственной измене. Королева до сих пор каждый раз просит разрешения на въезд в Лондон. По старинному закону жители имеют право не впустить ее в город. Лондон умело сочетает многовековые традиции и современность. Телефонная будка с вайфаем. Мам, положи фунт на интернет. Британская столица Спорткары стоят бампер к бамперу. Квартиры тут стоят миллионы фунтов. В Лондоне такое количество неприлично богатых людей, что это накладывает отпечаток на все вокруг. Например, если вы замахнулись на номер в пятизвездочном отеле, готовьтесь выложить пятизначную сумму. Леди энд джентльменс, мы находимся в районе Мэрилебен рядом с Ринджинс-парком на Лэнгхэм Плейс. Богачи уже догадались, что жить я буду в гранд-отеле Лэнгхэм. Это легендарный, самый первый гранд-отель в Европе. Здесь бывали Марк Твен и Артур Конан Дойл. Эти стены помнят Черчилля, Шарля де Голля и принцессу Диану. Здравствуйте, мисс Антипова. Добро пожаловать в отель Лэнгхэм. Отель Лэнгхэм был построен 150 лет назад для богатейших людей планеты. Это был верх роскоши. Впервые в Англии здесь появились лифты. Люди их называли поднимающиеся комнаты. Впервые в Англии здесь в номерах появились краны с горячей и холодной водой. Коридоры спроектированы так, чтобы дамы в гринолиновых платьях могли разминуться и не зацепить друг друга. А сейчас все должно быть еще роскошнее. Это мой номер. Добро пожаловать в номер Стерлинг-люкс. Как красиво! Цветы! Фрукты! Шампанское! Подпишите вот здесь. Потрясающий номер. А сколько он стоит? Повторите. Чтобы вы понимали, однушка в Киеве. За одну ночь. Окей? Спасибо! Спасибочки! Ну что, давайте посмотрим номер. Это столовая. Огромная. И вот с таким вот столом. Ну это же столовая. А это гостиная. Мы ее уже видели. И тут есть белый рояль. Прям как у Фредди Меркьюри. Ну или любого другого человека, у которого есть белый рояль. Домашний кинотеатр. Да у меня окно дома меньше, чем телевизор. Опять гостиная. Люстра. Говорят, из муранского стекла. Обои, говорят, разукрашены девятикаратным золотом. Кровать. Ну вот королевская кровать. Вон сколько. Раз, два, три, четыре, пять рядов подушек. У меня дома всего один. Шкаф. Светится. Зеркало. Красивое. Туалет. Космический. Сиди и закройся. Ванная. Овальная, ванная. Слушайте, ну классный номер. Но не дает мне покоя, что цена этого номера доходит до 24 тысяч фунтов. Стерлингов. Английских. 30 тысяч баксов. Нет, это все равно дорого. Это дорого. Но в Лондоне богачи готовы платить такие деньги. Ведь Лэнхэм – это престиж. Это такой же символ города, как Биг Бен или Тауэрский мост. Не знаю кому как, но для меня главный символ Лондона – это он. Тауэрский мост. Этот силуэт с башнями знает каждый школьник. Привет, дружище. Снаружи Тауэрский мост видели миллионы, а вот внутри немногие. Во всяком случае, мы в Решке не видели. Я исправлю ситуацию, покажу и расскажу. Вход платный стоит почти 11,5 долларов. Но бюджетному туристу лучше купить единый билет сразу на две достопримечательности. На мост и на лондонский монумент за 16 долларов. Экономия почти 2 доллара. А если вы придете на мост после его закрытия, получите приятный бонус в виде скидки на 1 фунт. Кстати, пускают на мост до 17,00. Несколько интересных фактов про Тауэрский мост. Здесь его строили 8 лет. Тридцать тысяч камней. Один миллион сто восемьдесят четыре тысячи фунтов. Десять человек погибло при стоительстве 42 метра над уровнем Темзы. А вы говорите, шоу не информативное. Все тут. Когда говорим Тауэрский мост, то подразумеваем сразу два моста – нижний и верхний. Зачем над мостом строить еще один мост? Когда здесь мост разводят, там, в галерее, все равно можно пройти на другой берег. Удобно? Удобно. Но народ не оценил такую придумку архитекторов. И все все равно ждали внизу, пока нижний мост сведут обратно. А верхний мост стал превращаться в одно из самых мрачных мест в Лондоне. Со временем в галерее начали появляться самоубийцы. Олег, не отговаривай, я прыгнул. Так что верхний мост из пешеходной зоны переделали в смотровую площадку с прозрачным полом. И кажется, что люди и машины щекочут тебе пятки. А теперь самое интересное. Тауэрский мост – это первый механический разводной мост в мире. Две половинки раскладываются, чтобы пропустить корабли выше 9 метров. Когда-то его разводили каждый раз, как кто-то хотел проплыть, до 50 раз на день. А сейчас надо заранее давать заявку – корабли пропускают пачками. Всего пару раз в неделю. Это был первый мост, который приводился в движение не вручную, а специальным механизмом. С помощью подачи пара. Как это работало? Кочегары забрасывали уголь и нагревали воду, которая давала пар и давление для запуска системы. Кочегары, правда, использовали не такую лопату, а вот такую. В Лондоне с золотой картой можно на время забыть, что ты обычная девочка Оля. В ближайший час я новая девушка Джеймса Бонда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Лондоне есть развлечение для богачей, которое называется Джеймс Бонд Экспириенс. К твоим услугам – гид в образе Джеймса Бонда. И гоняй по реке Темза на скоростной лодке, как агент 007 в фильме «Спектр». А после экстремальной погони Джеймс Бонд любезно расскажет о Лондоне. Вот театр Шекспира Глоуб. Но он не настоящий, это реплик. 400 лет назад был отличным местом для вечеринок. Вот это военный корабль-музей Белфаст. Подорвался на немецкой мине во вторую мировую. А это небоскреб Шарт, самый высокий в Лондоне – 310 метров. А вот старинная крепость Тауэр была тюрьмой для королевских особ. Здесь казнили Анну Болейн. Отличная экскурсия. И адреналин, и познавательно. А еще оказалось, что Темза – это идеальный маршрут, чтобы за час увидеть все главные лондонские интересности без пробок и толпы туристов. Красотка. Спасибо. Моя работа – превращать хороших девушек в плохих. Если хочешь, потом я покатаю тебя на своем Астон Мартине. Пока, агент 007! Call me! Это было очень весело. За час меня спасли, очаровали, разбили сердце, еще и про Лондон рассказали. Вот такая экскурсия! Дорогие бароведы и бароманы, в Лондоне тьма баров и ресторанов. Но я выбрал среди них один из самых необычных. Пойдемте посмотрим. Это очень модный бар Эттендент. В чем его фишка? Да, вам не показалось. Это писсуары. Это бар в бывшем общественном туалете. Викторианском туалете. Нас ждет история с душком. У вас, наверное, появляется резонный вопрос. Как тут пахнет? Пахнет, как должно пахнуть в таких местах. Кофе и корицей. Хорошо пахнет. Это сегодня в Лондоне в каждой квартире есть санузел. А в 19 веке по нужде приходилось бегать на улицу. Воспитанные лондонцы говорили не «я схожу в туалет», а «я пойду потрачу пенье». Столько стоило сюда сходить. Этот туалет служил людям с 1890 года по 60-е годы 20 века. Вы представляете, он видел конюхов 19 века. Он видел модников разноцветных клешек 60-х годов и возможно даже мировых знаменитостей. Ну, как видел на самом лучшем свете и не полностью, но видел. Потом его закрыли на 50 лет, а затем полностью вычистили и сделали вот такой бар. Фарфоровые писсуары, извините, и кафель на стенах оставили в оригинальном виде. Так что понимаете, в Лондоне даже у туалетов есть история. За удовольствие посидеть в таком модном баре мне пришлось взять пресный салат за целых 6 фунтов. Хотя остался один нерешенный для меня вопрос. У них туалет без туалета. За атмосферой фотками сюда, за едой не сюда. Где здесь реальный туалет? На улице Пикадиле есть вот такие двери. И это не гараж, и даже не дедушкин сарай. Это ресторан Хайт. Хайт в переводе с английского означает прятаться, укрытие. Вот сюда и ходят прятаться и обедать лондонские богачи. А я же богач. Хайт открыл известный миллионер Евгений Чичваркин. Так что это ресторан миллионера для миллионеров. Смотрите, какая лестница. Такое ощущение, что ее не сделали, а она с ума здесь выросла. Тут только лестница стоит 400 тысяч фунтов, как два моих Бентли. Ой, а это что? Это же маракасы. Ой, ладно. Я все-таки в дорогом ресторане не буду позориться. Но маракасы классные. Если не знаете, что заказать, то рекомендую вам выбрать дегустационный сет из 11 блюд. И цена зависит от вина. Я возьму с самым дорогим за 495 фунтов стерлингов английских. Это дорого. Меня уволят. Ресторан Хайт получил звезду Мишлена уже через полгода после открытия. Это невиданный успех. Коронное блюдо нашего шеф-повара. Яйцо, которое готовят при температуре 72 градуса 2,5 часа. Оно в масле и с жареными грибами. Наслаждайтесь. Кажется, что это реально яйцо в гнезде. Его снесла птица-кулинар. Мне даже не с чем сравнивать. Вот представьте, что вы взяли теплый желток, слегка недоваренный, добавили туда жирное масло, грибочков и все это перемешали. Вот как-то такое вот на вкус. Но самое интересное это, конечно, подача. Как будто бы курочка пронесла. Ряба. А это наш коронный десерт. Никогда не видела такого красивого десерта. Вы представляете, в куске льда… Да, это лед. А если языком прекрасно все равно заметно. Нет, не прилипает. В куске льда растения, кактус заморозили. Это супер подача. Я в восторге. Сейчас попробую отгадать, что я ем с закрытыми глазами. Это какой-то сорбет. И снаружи можно подумать, что может это малина или клубника, ну или вишня, я не знаю, все что красное. Но нет. Может это персик? Я поняла, что это. И вы знаете, что это. Это не фрукт. Это то, что мы едим в борще. Это свекла. Мороженое из свеклы. Где это видано? В Лондоне, естественно. Где же еще? Блюдо какой-то Новый год. Елка, холодный туман, чашечка с пеной и орешки еще сверху. Здесь такая огромная молочная пена. Это такой нежный и вкусный десерт, что я смело могу назвать его одним из самых вкусных десертов в моей жизни. Информация шок. Тут не орешки и хрустяшки. Это желудевый десерт. Желудевый. Представляете? Я желудь ем. Добрый день. Здравствуйте. Как вам у нас? Ой, прекрасно. Очень вкусно. Я очень рад. А вы директор ресторана? Еще хуже, я его владелец. Что? Чичваркин? Ребята, ну тут глупо упускать шанс пообщаться с настоящим миллионером. Евгений Чичваркин эксцентричный миллионер. Начинал карьеру с торговли на рынке. А теперь владелец магазина с самой большой винной картой в мире и ресторана Хайт. Вы как-то сказали, что ваша задача разворотить людей сервисом. Как это понять? У нас был такой случай, когда стейк на двоих, наш гость попросил половину сделать medium-rare, а половину medium-well. Ну как курицу половину допечь, а половину не допечь. Ну ничего, справились. Взяли половинку, порезали, одну половину допекли, совместили, назад принесли. Бывают странные запросы, можно быть очень заносчивым и сказать, мы это так не делаем, мы на это не готовы. А мы готовы практически на все. Первое впечатление ресторан складывает довольно скромное. Может быть здесь есть какие-то детали, мы чего-то не понимаем. Что здесь? Здесь огромное количество скрытых деталей. Есть люди, которые приходят каждую неделю и до сих пор находят что-то новое. Здесь то отпечатки ног, где-то спрятана моя кредитница как источник денег, буквы спрятанные, мох где-то, где-то скважины, где-то ключи и так далее. Ну да, это не пшенка стайл, здесь нет золотых вензелей, унитазов и кран не в виде золотого гуся. Такая скромная красота, неброская. Вы через какое-то время влюбитесь, вам будет этого не хватать. Теперь я понимаю, что в ресторан приходят не набить живот, а за так называемым гедонизмом, получением удовольствия. Изысканный интерьер, высокая кухня и великосветская беседа. Помните, на входе в Тауэрский мост, чтобы сэкономить, я купил двойной билет? Пришло время использовать его вторую часть. В Лондоне все дышит историей. Это не просто колонна с обзорной площадкой наверху. Во-первых, это самая высокая в мире свободно стоящая колонна. А во-вторых, это монумент в память о великом лондонском пожаре, сверху которого открывается самый лучший вид на Лондон. Огонь начался в доме пекаря и чуть не уничтожил Лондон полностью. Пожар случился в 1666 году во время правления Карла II и длился четыре дня. Сжег несколько тысяч домов, 87 церквей, практически две трети в городе. Семьдесят тысяч человек остались без крова и восприняли это не просто как стихийное бедствие, а настоящий апокалипсис. Тем более, что год пожара 1666-й содержал три шестерки – число дьявола. Но с другой стороны, некоторые историки утверждают, что именно этот великий пожар остановил чуму. И при том был дал толчок к развитию строительства, потому что после этого был издан закон о том, что все новые постройки должны быть из камня и кирпича. Так начал появляться другой Лондон. Тот, который мы знаем сегодня. Смотрите, какое четкое деление. Лондон старый, индустриальный Лондон и лондон современный мегаполис. Кто-то из великих всю жизнь проживший в Лондоне сказал, что если вы устали от Лондона, значит вы устали от жизни. Потому что тут есть все, что город может предложить человеку. Приятно быть солидарным с мудрейшими. Молодцы, Лондон Лакши и Тревел. Клевая тачка. В следующий раз Роуз-Роуз возьмем. Когда у тебя много денег, Лондон кажется каким-то слишком взрослым и серьезным. Но я знаю, что нужно, чтобы вечер в Лондоне был веселым. Шарики! Много шариков! Такого нет нигде. Просто посередине клуба Болли Боллерсон огромный бассейн, а в нем вместо воды – пластиковые шарики. Миллион! Миллион шариков! Я еще в детстве, когда видела такие бассейны с шариками, всегда мечтала в них прыгнуть. Но я думала это больно, что они твердые. Все как будто в пузырчатой воде. И ты не можешь ни встать, ни передвигаться. В эти шарики можно нырять как дельфин, плавать в них как крокодил и барахтаться сколько душе влезет. Миллион! 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 Класс! Я не заплатила за это тысячи фунтов! Это стоит сущие копейки, но эмоции, которые ты получаешь, просто нереальные. Я впала в детство. Нагулявшись, я пошел искать ночлег. В Лондоне полно недорогих хостелов, но все они на окраинах. И все же я нашел супер-вариант в самом центре. Это даже звучит как сказка. Я живу практически в центре Лондона, рядом сайд-парком за двенадцать фунтов. Так, ну пожалуйста, и хорома. Теперь понятно, на чем экономят в сети хостелов смарт-хостелс. Это даже комнатой сложно назвать. Узенький проход между койками, а сами койки трехэтажные. До самого потолка. Комната с видом на море? Повезло. Я так часто путешествую по бедному, что могу называться королем бюджетников. И уже знаю лучшие места в хостеле, где до тебя никто не доберется. Вообще-то невероятное счастье жить в нескольких минутах от хайт-парка и в пешей доступности от центра Лондона и при этом меньше чем за двенадцать фунтов. Все, я радовался. Есть стереотип, что Лондон мрачный и серый. Так говорят те, кто никогда не был здесь весной. Лондон цветет и пахнет так, что хочется стать пчелой. Ах, какой сладкий аромат сакуры и бесплатного развлечения. Ах, какой сладкий аромат сакуры! В Лондоне много удивительных строений, но самое грандиозное – арена О-2. Арена накрыта самым большим куполом в мире, в котором зашифрован особый смысл. Его диаметр – 365 метров, как дней в году. Здесь 12 секторов по числу месяцев, а высота – 52 метра по числу недель. Это арена О-2. Здесь проходят самые громкие концерты, соревнования, состязания. Но мне не важно, что внутри. И я хочу знать, что наверху. На ней! На самой верхушке купола есть смотровая площадка. Туда ведет крутая дорожка. Я сейчас буду взбираться туда. И честно говоря, нервы начинают натягиваться. Это захватывающее приключение! Сильный ветер. Дорожка пружинит, как батут. Страховочный трос удерживает от падения в пропасть. Сильный ветер. Посмотрите, как красиво! Я забралась на огромный белый купол, который похож на заснеженную верхушку Эвереста и костюм соответствующий. Правда? Место и правда уникальное. Здесь видно Лондон на все 360 градусов. А еще знаете, в чем фишка этого места? Я нахожусь практически на нулевом меридиане. Видите, вот тот зеленый шарик. Это Гринвичерская обсерватория и с нее начинается нулевой меридиан, то есть как начало земли. Я на начале начал. Любое восхождение нужно отмечать в Шампански. Согласитесь, лучше пить шампанское на верхушке гигантского купола, когда у твоих ног весь Лондон, чем где-то в ресторане. Лондон по-настоящему уникальный мегаполис. Здесь есть место, где можно побывать одновременно в двух частях света. Это нулевой меридиан. Для тех, кто прогуливал географию, объясню. Нулевой меридиан – это условная линия, которая делит землю на два полушария – западная и восточная. Проходит он через Гринвичскую обсерваторию. Ну вот же оно, легендарное место, где делятся восточная и западная полушария. Вот только вход стоит целых 15 фунтов, бюджетному туристу это не по карману, но, кажется, я нашел выход. Вот находится выход, который не закрывается. А значит можно пройти. Вот он, нулевой меридиан. Слева – запад, справа – восток. Смотрите, я на востоке. Оп, а теперь я человек западного мира. Хочу философствовать и лежать в своем дворце на подушках. Хочу стать шерифом и сочинять кантри. Я обожаю Амара Хайяма. Я без ума от Канта. Кем бы вы себя не ощущали, человеком востока или человеком запада, не повторяйте за мной, лучше заплатите за вход. А я буду с этим жить. Неплохо так жить, я видел нулевой меридиан. Но, если честно, есть еще один способ не только увидеть его, но и остаться законопослушным туристом. На самом деле, вот тот попсовый меридиан, рядом с которым все фотографируются, не настоящий. Настоящий нулевой меридиан находится где-то в 100 метрах от обсерватории. Я тут посчитал, это примерно вот здесь или вот здесь. Кстати, а почему только богатые по правилам программы что-то прячут? Ломаю систему. Дорогие путешественники, вот здесь я прячу для вас нулевой меридиан. Ищите, дорогу осилит идущий. Когда приезжаете в Лондон, обязательно проверяйте календарь ивентов и событий. Тут всегда что-то происходит. Лондон прекрасен тем, что здесь есть все. И имея даже всего 100 долларов, здесь все равно можно найти, чем развлечься. Гонки на лодках, световое шоу. О, пока что самое прикольное Лондон геймс парад. Геймс фестивал – это фестиваль для геймеров. Я не фанат компьютерных игр, но любой парад – это веселье и способ лучше почувствовать атмосферу города. Так что пойду. Только здесь написано, что обязательно должен быть костюм. Найду. Тех денег, которые у меня есть, хватило только на дурацкий плащ из дешевой ткани и фетровую маску. У Редо есть суперспособность. Он знает, когда убежать. Пикачу нормального человека-пикачу-курильщика. Пацаны, гениальное решение. Я потратил восемь фунтов, а вы просто не выбросили старые обувные коробки. Ред – девочка-единорог и мальчик с очень странно густыми для его возраста усами. Чем занимаются штурмовики в быту? Вот, пожалуйста, плодят семейство, растят кукурузу, Дарт Вейдер спит. Это шикарное решение. Костюм деда. Он носит его уже годами. Суть фестиваля в том, чтобы нарядиться в костюмы любимых персонажей и весело и громко прошагать по городу в таком виде. Спасибо, спасибо вам огромное. Я люблю вас, ребят. Смотрите «Орел и яску». Спасибо. Геймс-фестивал – один из самых крупнейших фестивалей для геймеров в мире, но еще бы, нас тут идет больше 37 человек. Ааааа, все, мы готовы светофор, брат! Это придется удалить, тут подровнять, а тут нам пломбочки надо поставить. Ну и, конечно же, сделать общую фотку, чтобы потом было, что друзьям показать. С современным Лондоном я познакомилась. Пришла пора узнать древний Лондон. Тут даже есть представление, так и называется. Средневековый банкет. И я подготовилась! Good evening, sir. Это жутко популярное в Лондоне развлечение. За 50 фунтов ты получаешь антураж подземелья замка, костюмированное представление с песнями, танцами и драками на мечах. И ужин, на котором рассказывают разные интересности об английских застольях во времена короля Артура. Раньше в среднем века люди не пробовали ладошек, они стучали кулаками, сутоканами, чем угодно, главное – создать как можно больше шума. Здесь объясняют, как произносить средневековые тосты. Как звать официантку и как петь старинные английские песни. На этом банкете ты понимаешь – в средние века ужин был совсем не такой, как мы привыкли. Это все для меня? Ну да. Спасибо. Ага. Сама наливаю. Понял. Это суп какой-то. Зеленый. А где ложка? Извините, а где ложка? Просто печь из миски. Правда? В Англии столовые приборы были далеко не у всех и были далеко не дешевые. И поэтому многие люди жидкие продукты употребляли вот так. Во время банкета использовали не тарелки, а ломти хлеба. На них докладывали еду и вот так вот и ели. А хлеб пропитывался жиром и хлеб потом съедали тоже. Инфосотка. Я читала. Сыр, хлеб и вино. Это были основные продукты, потому что мясо было слишком дорогое. А еще за поедание мяса в среду, пятницу и субботу можно было запросто попасть под суд церковный. Даже королю нельзя было. В средневековой Англии пить воду было небезопасно, так как мусор и нечистоты часто сливались с водоемы. Вот и пили вино и эль. Молодцы, ребята. Продуманные. Честно? Вот такое вот место. Я думала, что это обычный разводняк для туристов, но здесь больше половины людей это местные. Кто-то приходит исключать день рождения и просто хорошо провести время. Атмосфера супер. И повторюсь. Вот так вот. Я в восторге. Я очень рада, что пошла сюда. Друзья, если вы окажетесь в Лондоне без денег, то вам помогут вот эти 100 долларов. Поверьте, даже на них вы проведете отличный уикенд. Бутылка спрятана рядом с музеем Тейт Модерн. Здесь в сквере есть кирпичная стена, увитая плющом. Бутылка там наверху прикопана под высоким тепарисом. Удачи! Бутылка! Приезжая в Лондон, сначала думаешь, что тут надо вести себя, как на приеме у английской королевы. Быть чопорным, держать осанку и правильно выговаривать звук the. Спасибо вам, господин беспилотник. Have a nice day. Что тут все чинно и серьезно. Но потом оказывается, что несмотря на все свои традиции, Лондон – это безбашенный мегаполис. А подданные королевы – еще те весельчаки. В такой компании не соскучишься. Туалет без туалета. Я желудь ем. Ты человек западного мира. Я на начале, начал! Поехали! Одна, двя. Три. 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 48, 49, 50! Hello, Антони! What are you doing here? I'm just doing my favorite exercise. Wow! You're so heavy! That is. How do you like London? Oh, London is a very beautiful city. London is a amazing city. And London is a wonderful city. So, this was Орел и решка и мегаполисис. See you in the next big cities. Антон, у меня слова закончились. Я тоже на мели. Пока. Это, слушай, а вот как будет 11? Ten and one? Не совсем. 11, eleven. Eleven. Это прям звучит как имя. Имя цифре.